МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вкусно как! Люблю с детства кисель. Особенно клюквенный. Здравствуйте, ребят! Всем привет! Всем привет! Когда я был маленьким, часто ездил к бабушке в деревню. Недалеко от этой деревни было болото, на котором росло много клюквы. Иногда мы с деревенскими ребятами бегали ее собирать. А взрослые сердились и не пускали нас. Говорили, что это опасно. Брось соломинку! Брось соломинку! И правда, удобнее. Итак, пошел я, значит, на болото. Пусть клюкву рассказывать. Работать, пап! Дальше началась. Ну вот я как раз и работаю. Рассказываю про болото по просьбе Оксаны Тищенко из села Медведково, Курской области. Оксана нам пишет вот что. Здравствуйте, уважаемый профессор Кварк! В одной из передач вы рассказывали о болоте и Мюнхгаузене. Теперь мне ясно, почему нельзя вытащить себя за волосы из болота. Но мне по-прежнему непонятно, почему люди вообще проваливаются в болото. Все-таки почва на болоте тверже, чем, например, вода. А в воде человек может не тонуть, а плавать. Значит, из болота тоже можно выплыть. Правильно? Правильно! Неправильно! Дорогая Оксана, когда я прочел твое письмо, я сразу вспомнил об одном случае, который произошел на болоте, недалеко от деревни, в которой живет моя бабушка. А дело было так. Ау-у! Лягушенция! Ты где? Где ты, моя ненаглядная? Помоги мне отыскать мою стрелу, лягушенция! Лягушенция! Ты где, лягушенция? Тут той стрелы, той прямолодец! Я ее так держать крепко! Спасибо тебе, доброе существо! Понимаешь, к этой стреле прикручен довольно дорогой прибор, с помощью которого я собирался изучать вязкость этого болота. Стоп! Лягушенция, ты говорящая? Эх, их бин, никакая не лягушенция, а барон фон Мюнхгаузен! А, старый знакомый! Здравствуйте, барон! А я? Данил Физик! Да, кстати, барон, а что вы здесь делаете? Я, например, здесь изучаю вязкость! О, я тоже изучать! Я тут измеряю плотность! Сейчас уже знать, что нельзя себя вытащить за волосы! Теперь их будет пробирать, можно ли вытащить за нога, рука и талия! Ай-яй-яй-яй-яй! И как успехим? Плохо, плохо! Каждый раз, когда шевелит нога, рука и талия, я езжу только глубже проваливаться вниз! Смотрите! Это странно! Моя плотность есть 1 грамм на миллилитр! А это плотность... Плотность этого болота, смотрите, на прибор! 1,5 грамм на миллилитр! Болота плотнее меня! По закону Гера Архимеда! Я должен плавать, но я тону! Держитесь крепче, барон! И раз! Два! И раз! Больше я никогда на болота не ходить! Болота – плохое место! Надо ходить в красивые места! Молочные реки, кисельные берега! Кисельные берега – это то же самое, что и болото! С точки зрения физики, разумеется! Потому что и кисель, и болото – это примеры неньютоновских жидкостей! Каких жидкостей? Неньютоновских! Есть жидкости, которые ведут себя не совсем как обычные жидкости! Вязкость в них не постоянная, а переменная! Изменяются в зависимости от обстоятельств! Такие жидкости ведут себя необычно и называются неньютоновскими! О, майн-треуголька! Передо мной два бокала! В одном из них обычная вода – это пример обычной жидкости! Во втором бокале у меня обычный кисель! Это пример так называемой неньютоновской жидкости! Проведём эксперимент! Возьмём лёгкий деревянный брусочек и положим его на поверхность воды! Брусок плавает! Он погружён в воду частично и сохраняет это состояние! Если мы попробуем его утопить, то у нас ничего не выйдет! Брусочек при первой же возможности попытается занять прежнее положение, в котором сила тяжести уравновешивается выталкивающей силой Архимеда! Тоже мне эксперимент! Так любому дошкольнику известно! Так, хорошо! Теперь положим этот же брусочек на поверхность киселя! Он остался лежать на поверхности! Ладно! А теперь попробуем его слегка притопить! Брусок и не думает всплывать! Он словно залип! Такое состояние в физике называется перепогружением! Как ты думаешь, Эйнштейн, почему он не всплывает? Неужели появилась стараяся сила? Правильно! Молодец, Эйнштейн! Ты с гордостью носишь своё имя! Умница моя! В день ютоновских жидкостях появляется третья сила, которая и в воде, вообще-то говоря, была. Но в воде она была так мала, что её можно было не рассматривать. А вот в киселе или в болоте эту силу придётся учесть. Это вязкость! То есть сила трения между слоями внутри жидкости. Откуда же берётся эта вязкость? Это внутренняя сила трения. И почему в одних жидкостях она почти незаметна, а в других жидкостях она очень даже велика? Попробуем разобраться. Нальём ванночку с плоским дном кисель. Сверху на кисель положим поднос с плоским дном. И будем смотреть на нашу конструкцию сбоку. Теперь начнём быстро сдвигать поднос в сторону. Что произойдёт? Слой молекул киселя сразу под подносом будет двигаться со скоростью подноса. Слой молекул чуть ниже будет двигаться чуть медленнее. Следующий слой ещё медленнее. А слой киселя около дна будет практически стоять на месте. Молекулы в киселе крупные, липкие, совсем не такие, как в воде. Молекулы в разных слоях будут участвовать не только в обычном тепловом движении, они будут ещё двигаться вбок с разной скоростью. Слои будут цепляться друг за дружку и тормозиться. Так, Антон Коробейников из Ангарска пишет вот что. Дорогой профессор, недавно вы обещали, что покажете в передаче ещё какие-нибудь физические прикольные штучки или фокусы. Словом, что-нибудь совсем необычное. Я жду. А, ждёт он. Обещанного. Ну-ну-ну-ну, Эйнштейн. Мне кажется, это не очень удобно заставлять человека ждать три года ответа на свой вопрос. Тебе, Антон, не придётся ждать и трёх минут. Потому что кое-что необычное я сделаю прямо сейчас. Сюрприз! Для этого мне придётся пойти на кухню. Мне понадобится тот же самый крахмал, из которого был сварен кисель. Возьмём миску и насыплем в неё крахмал. Хороший повар всё делает на глазок. Так. Теперь льём в крахмал холодную воду. Воды нам нужно совсем немного, только чтобы превратить крахмал в однородную кашицу или суспензию. Воду можно добавлять, если её мало. Так. Мы получим не ньютоновскую жидкость, но совсем не такую, как кисель или трясина, а с противоположными свойствами. Так, кажется, готово. Сейчас начнутся маленькие физические фокусы. Фокусы. Ну, как сюрприз? Готово. Что это? Антиболото. В болоте так. Чем быстрее двигаешься, тем быстрее тонешь. А если совсем не шевелиться, можно удержаться на поверхности. А в моём антиболоте, чтобы удержаться на поверхности, надо быстро двигаться. А если останавливаешься, тонешь. Это потому, что вязкость такой, не ньютоновской, дилатантной жидкости увеличивается при уменьшении скорости тока жидкости. Так не бывает. М-м-м, смотри. Вот я медленно погружаю руку в жидкость. А теперь я стучу по ней пальцем. Или даже кулаком. Хм, жидкость ведёт себя, как твёрдое тело. Стоп! Эй, ты жидкость! А ну давай, давай, кому говорят? Я тебе покажу, что ты жидкость. Вот тебе, вот тебе. Не получается? Попробуй ласково. М-м, идея. Дорогая жидкость, ты жидкая такая, хорошая. У меня появилась идея. Попробую из этой жидкости сделать шарик. Так. Смотри. У меня получается колобок, Энштейн. Смотри. Ой, он потёк и стал лужицей. Да уж. Колобки лучше из пластили надрепить. Твоя правда. К сожалению, мы не успели вам показать очень много интересного про неньютоновские жидкости. Например, как они танцуют под музыку. Или как на них самих можно танцевать. В отличие от болот, опыты с крахмалом совершенно безопасны. А мы говорим вам до свидания. И ждём ваши вопросы по адресу 109-147. Это индекс. Город Москва. Улица Марксийская. Дом 34. Корпус 7. Телеканал Радость Моя. Профессору Кварку. Или на сайте телеканала www.radostemoya.ru До новых встреч. Пока. До новых встреч. Знаешь, Туэнштейн, мне пришла в голову замечательная мысль. Я залью наш бассейн вот такой неньютоновской жидкостью и мы на нём проведём соревнования по бегу. Хотя знаешь, что ещё можно? Ещё можно поиграть в снежки. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова